Коллеги, Prodexpo 2022. К нам приходят очень интересные люди, приносят свой товар и покажут его лицом. Здесь мы, как видим, сразу два лица. Можно сказать три, считая мое. Товар лица мы видим, да. Но самое главное, что мы с вами уже общались, мы с вами уже познакомились и познакомились с ними. Давайте еще раз, кто нас вдруг не видел, еще раз представимся. Никулов Александр, компания Rostov Lobster, раковая ферма по выращиванию австралийского красно-клешневого рака. В тот ролик... В городе Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону, конечно же, конечно. Вопрос такой, в том году у нас просто фурор был. Просто фурор, просмотров невероятное количество, потому что эти красавцы были просто нарасхват в интернете. Но, насколько я помню, в тот раз у нас были девочки. Нет, в прошлый раз была у нас и девочка с мальчиком. Адам и Ева раки, да? А сейчас? А сейчас у нас два мальчика. Проблема в том, что у нас ферма полного цикла. То есть мы от малька до готового продукта. То есть, соответственно, у нас сейчас девочки сидят на икре. Их нельзя отвлекать на выставку, поэтому поехали только мальчики. Девочки в положении, так сказать, в декрете? Да, девочки в декрете, в роддомах у нас сидят. То есть заботятся о потомстве. Обычно я стою на этом месте и вольготно кладу руку на этот столик. Сейчас немножечко боязно, потому что, насколько я понимаю, эти красавчики неплохо так кусаются. Ну, до крови укусит, да, будет больно. Ну, минимум, как неприятно. Давайте еще раз закрепим, наверное, да, вот чем отличается красно-клешневой рак от обычного привычного нам рака. Самая главная особенность австралийского красно-клешневого рака, кстати, это только мальчики обладают таким красным когтем, поэтому их отличает девочки, все голубые. Вот. Самая главная отличительная особенность нашего рака, то, что у него в два раза больше мяса, чем у нашего речного обычного рака. То есть обратите внимание, какая у него шеечка, то, что люди больше всего любят. Ну, у мальчиков все, конечно, клешенки тут, вот это все, это все это мясо. Мяса в два раза больше. Такого рака вы еще не пробовали. Ну, и чем отличие, главное отличие, вкусовые особенности, хоть он и называется, это австралийский красно-клешневой рак, акр, но по вкусу рак, ну, то есть это не рак, это ближе к морепродуктам. По вкусу, как я всегда говорю, это ближе что-то среднее по мясу, креветка, краб. И в этом самое главное, в два раза больше и мясо вообще другое. Я немножко отвлекаюсь, потому что он трогает меня усиками, тем самым заставляет насторожиться. Да, нельзя терять бедительность. Да, давайте, наверное, еще поговорим о том, что, насколько я понимаю, и вот транспортировка, и вот содержание этого рака, оно отличается от речного. Он, у нас очень много вопросов поступает по поводу, а не заселит ли он наши водоемы и не будет ли конкурентом нашему раку речному. Смею всех успокоить, наши водоемы он не заселит, потому что этот парень из Австралии, он не зимует в наших водоемах, для него это смертельно опасно. При 15 градусах тепла он уже перестает кормиться, соответственно, худеет, а потом он вообще умирает. Были экземпляры у нас на прудах, которые оставались до заморозков, но это уже такие больные особи, которые все равно не выживут в зимний период. У нас на нашей ферме Ростов-Лобстер, в городе Волгодонске, которая расположена, мы выращиваем малька при 28 градусах тепла. Правильно ли я понял, что как раз наоборот, как всем кажется, что нужны рефрижераторы, холодильные установки, чтобы куда-то его везти, а здесь абсолютно наоборот? Да, это самая главная, самая большая ошибка и заблуждение наших покупателей. Мы им всем говорим, нельзя его уложить в холодильник, класть. То есть, как только вы его в холодильник на хранение определили, он тут же засыпает. Ну, понятно, что он не умрет, ну, то есть засыпает, он умер в анабиоз, спал, все. И, кстати, это для наших потребителей, я всегда объясняю, еще такая особенность есть. Когда его, как мы привыкли кидать живого рака для варки, если вот этого живого рака кидаем мы в кипяток, он откидывает вот эти свои великолепные клешни. У них происходит стресс, и он просто их откидывает. Мы первый раз, когда варили, когда начинали производство, у меня было такое целое ведро клешней. То есть, рак не отдельно, клеш не отдельно. Может, даже это удобно. Да, вот для этого его кладут в холодильник, чтобы он остыл, уснул. И потом его варишь, тогда клеш не на месте. Интересно. Но положарку на сердце можно сказать, что и вкусно. Потому что в том году мне посчастливилось попробовать, это было вкусно. Давайте, наверное, что скажем? Что это вкусно, доступно, самое главное, полезно. И пожелаем вам удачи. Полноценный – это полноценный белок. Это стопроцентный белок, при том, без химических добавок. Мы кормим его только зерновыми. Разработан свой комбикорм, который мы сами производим. И полностью экологически чистый. Соответственно, в фрудах они кушают травку. В фрудах мы их также кормим два раза в неделю своим комбикормом. Ну, у них, я не знаю, пансионат. Полный пансион. Полный пансион, да. Живи не хочу. И для тех, кто не знает, мы выращиваем, значит, малька до… Я технологически немножко поясню, потому что очень много вопросов. Мы сейчас зимой выращиваем малька до мая месяца, до первого июня. С июня мы выпускаем свои пруды. И июнь, июль, август, середина сентября они растут в прудах. В прудах рак набирает до одного грамма в день. В день. Поэтому мы его ничем не кормим, как люди говорят, вы их там пичкаете стимуляторами. Рак, должен вам сказать, это же такая особь, которая, если ему что-то не нравится, он есть не будет. Они вплоть до того, даже вот как у людей, знаете, у женщин там голова болит, когда там магнитные бури, там все такое. Вот эти такие же. Мы их кормим каждый день в УЗВ. Если погода меняется, они просто не кушают, и все, корм целый остается. Привередливые. Капризные. Капризные. Но вкусные и полезные, друзья, поэтому пожелаем вам каждому попробовать этих замечательных раков. Глядя им в глаза, конечно, не хочется так говорить, но, друзья, простите, вы очень-очень вкусные. Мы их для этого и выращиваем, чтобы они радовали вас. И, как я говорю всегда, такого рака вы еще не пробовали. На этом мы закончим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...